Всем привет, друзья! С вами Андрей. Это канал Футбол. Это жизнь. И сегодня у нас обзор финала Лиги Чемпионов ПСЖ против Баварии. Итак, я записываю это, естественно, заранее. И поэтому я не знаю, кто является обладателем Лиги Чемпионов этого сезона. Но я считаю, что все-таки должна победить Бавария. У нее очень хороший состав. ПСЖ как-то слабенько все-таки проходили. Команды, да, кто-то мне сейчас может написать Лейпциг, они прошли 3-0. Но вы видели их матч с Аталантой. Еле-еле, можно сказать, прошли. У ПСЖ не было прям такой серьезной практики. Из-за того, что в чемпионате Франции досрочно завершили сезон. Поэтому я считаю, что все-таки Бавария выиграет эту Лигу Чемпионов. Также у нас на канале выходил обзор Еврокубков, где мы симулировали всю Лигу Чемпионов. Именно прям симулировали Лигу Европы, именно плей-офф уже. И выявляли победителя. В Лиге Чемпионов у нас победил ПСЖ. Кстати, так что и в реальной жизни он тоже дошел до финала, как мы видим. Так что здесь шаг до того, чтобы прям мы предугадали за 9 месяцев примерно. Победителя Лиги Чемпионов было бы замечательно. Ну а Лигу Европы, кстати, выиграла Севилья. Вот я сегодня записываю после финала Лиги Европы. Лигу Европы выиграла Севилья, а они обыграли Интер. Но у нас Лига Европы в нашей симуляции, которую именно выиграла Баруся Дортмунд. Потому что она в нашей симуляции Лиги Чемпионов заняла третью строчку, а Интер там прошел в 1-8 Лиге Чемпионов. Но как вы видите, из этой группы все-таки дошли до финала. И там вроде Баруся обыграла лондонский вообще Арсенал, которые вылетели в 1-8, либо в 1-16. Вроде в 1-16 они вылетели. Но пока что давайте смотреть все-таки финал Лиги Чемпионов. ПСЖ отоборонялись хорошо и теперь бегут в контратаку. Марко Верати проходит слева по флангу. Бернат. Будет подача, естественно. Должно, должно. Но нет, убирают. Да, подача пошла. Димария, но нет. Вот Баппе с мячом отлично дает на Димарию. Димария дает хорошую передачу на Икарди. И перед самым перерывом ПСЖ выходит вперед. Вот она атака. Замечательная атака сейчас ПСЖ. И Мауру Икарди, который ушел из Интера. Он вроде как арендованный, если я ничего не путаю в ПСЖ. Поэтому тоже неплохо. У него две команды дошли в финал Еврокубков. И Интер прошел без него в Лигу Европы до финала. И ПСЖ вместе с ним дошли до финала Лиги Чемпионов. Мы уходим на перерыв. Счет пока что 1-0 в пользу французской команды. Баппе с мячом. Баппе. Дальний удар. Это гол. Левой ногой Кильян Баппе за штрафной. Мануэлю Нойру в финале Лиги Чемпионов забивает. Это не просто какой-то отскок. Это действительно был задуманный, спланированный удар. Кильян Баппе практически вторым касанием. После передачи он забивает. Вот первое его было касание приема мяча и вторым левой ногой. Сейчас надо даже посмотреть. Ну не в девятку конечно, но все равно. Недосягаемый удар для Мануэля Нойра. И все друзья. Это 2-0. Кильян Баппе забивает свой первый гол в карьере в финале Лиги Чемпионов. Поздравляем его с этим. И Мюллер сидит на скамейку. Вместо него выходит Кинцли Каман. Нужно, нужно конечно сейчас изменять что-то Баварии. Потому что осталось не так много времени. 26 минут до конца и все. ПСЖ может стать обладателем Лиги Чемпионов. Неплохо двигается. Каучиньо находит пасом Кимих. Офсайда никакого не было. Кимих нужно отдавать передачу или бить самому. Тияго не забивает по пустым воротам. На 85-й минуте в финале Лиги Чемпионов. Зато собрался в Ливерпуль. Карантин Толесо выходит вместо Тияго. Сразу же было очевидно, что не вписался в игру Тияго. Раз сейчас даже не смог забить по пустым воротам. 86-я минута уже идет. Счет 2-0 в пользу ПСЖ. Ну и Бавария в последние силы. Последняя надежда, так сказать, провести матч в атаке. Но нет, все. Бавария даже не попыталась побежать быстро в атаку. На последних минутах 2-0. ПСЖ выигрывает Лигу Чемпионов. Мауре, Карди, Келлен Мбаппе забивают в финале. Ну а Бавария, естественно, проигрывает. Что еще можно сказать? ПСЖ и в симуляции у нас победили в Лиге Чемпионов. И в одиночном матче, так сказать, в финале тоже они победили. Вот, матч интересный, конечно, выдался. Поздравляем ПСЖ с первой в истории Лигой Чемпионов. Они вроде выиграли Кубок Европейских Чемпионов, если я не ошибаюсь. Но вот Лига Чемпионов для них это первый трофей. Вот. В последний раз французская команда выигрывала. Это была первая как раз Лига Чемпионов. Марсель выиграл. Ну и Тиаго Сильва. На статусе капитана, который, кстати, тоже может уйти из ПСЖ. В Челси сватают его. Поднимает трофей Лиги Чемпионов. И мы поздравляем ПСЖ с первым Еврокубком. Потому что шейхи очень много вкладывались в эту команду. И вот, достигли они этой цели. Конечно, не так это все красочно выглядит по ходу сезона. Потому что и коронавирус все немного сбил для Лиги Чемпионов. И двухматчевые противостояния немножко ушли на второй план. Стали играть только одни матчи. Но ПСЖ становится обладателем именно у нас, Лиги Чемпионов. Не знаю, как в реальной жизни. Потому что после финала Лиги Чемпионов, через пару часов, я выложу этот ролик. Вот, поздравляем всех болельщиков ПСЖ. Но Бавария уж точно для себя возьмет на заметку, что в атаке нужно больше играть. Хотя 8-2 против Барселоны. Они здесь как раз заиграли очень хорошо в атаке. Но именно у нас что-то не в симуляции. Не получилось у них выиграть, конечно. И, естественно, фотография. Фотография обладателя Лиги Чемпионов сезона 2019-2020. Мауэрой Карди мы видим. И видим Кельяна Мбаппе. Вот они, авторы двух забитых мячей. И, кстати, счет повторили они прошлогодний матч Ливерпуль-Тоттенхэм. Ну и все, друзья, на этом мы завершаем матч. Вот, ПСЖ выиграет Баварию с счетом 2-0. Ну а на ваших экранах 11 лучших футболистов этого финала Лиги Чемпионов. Ну и Кельяна Мбаппе лучший игрок в финала Лиги Чемпионов. Его оценка 8-3. Спасибо всем большое, друзья, за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики. С вами был Андрей, канал Футбол Этажи. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok